Привет! В этом видео поговорим про интеграцию рекламы при открытии Flutter приложения. Как монетизировать ожидания пользователя, когда открыт экран загрузки? В начале видео вы узнаете больше о самом формате рекламы при открытии приложения. Затем мы настроим загрузку и отображение объявлений в нашем проекте и проверим, что все работает корректно. Рекламу при открытии приложения также называют UpOpenEd. Это специальный формат для монетизации экрана загрузки приложения. Показ происходит, когда пользователи выводят приложение в активное состояние в двух возможных сценариях. При начальном запуске это называется холодный старт и при возврате в приложение из фонового режима это называется горячий старт. Перейдем к технической части. Первым делом настройте загрузчик рекламы UpOpenEdLoader. Передайте ID рекламного блока, загрузите объявление. Далее зарегистрируйте обработчики пользовательских событий. А для обработки изменения состояния приложения используйте DidChangeUpLifeCycleState. Когда приложение перейдет в нужное состояние, отобразите объявление. Перейдем к реализации. Для начала добавим объект загрузчика. Добавим внутренние переменные. Одну для хранения инстанса загрузчика, вторую для хранения рекламного объявления. При создании загрузчика мы передаем две функции обратного вызова. OnAdeloaded, который вызывается в момент успешной загрузки рекламного объявления. В этом месте мы сохраним объявление в нашу переменную, добавим свой лог и покажем объявление в момент холодного старта. Создадим две переменные. Одну для хранения состояния показа и вторую для отметки, была ли уже показана реклама на холодном старте. При первом заходе в приложение мы сразу загрузим рекламу и после этого сразу ее покажем один раз. Это будет показ при холодном старте. Добавим CreateVenitState. Добавим метод загрузки. Чтобы загрузить объявление, нам нужно передать объект AdirequestConfiguration. Создадим его в стейте. В AdirequestConfiguration необходимо передать идентификатор рекламного блока. Мы будем использовать демо об OpenEd Яндекс. Демо-блоки хороши тем, что позволяют исключить возможные моменты неподбора рекламных объявлений и тем самым ускорить отладку. Но перед публикацией не забудьте поменять их на идентификаторы реальных блоков из вашего партнерского интерфейса. Мы создаем конфигурацию рекламного запроса и передаем в LoadEd. Также в конфигурации вы можете передать дополнительные поля для более эффективного подбора рекламы. Подробнее об этом вы найдете в справке. Загрузить рекламу нам нужно как можно раньше. Вызовем загрузку в initState. Добавим метод show. Перед показом мы проверяем, есть ли у нас загруженное объявление и подписываемся на события жизненного цикла этого объявления. Добавим setAdEventListener. Он содержит следующие колбеки. OnAdShowed в момент начала показа. Отметим это во флаге из AdShowing. OnAdFailedToShow, если показ не состоялся из-за ошибки. OnAdDDismissed, когда объявление было закрыто пользователем. В обоих этих методах мы сначала освободим ресурсы методом Clear и затем загрузим следующее объявление. OnAdClicked срабатывает в момент клика пользователя по объявлению. И OnAdImpression в момент, когда зарегистрирован показ. В этом методе в параметре Data можно получить данные о вознаграждении. После того, как мы подписались на события жизненного цикла, мы можем показать объявление и дождаться, пока пользователь его загрузит. Если же объявления на данный момент еще нет, то мы вызываем повторную загрузку. Добавим метод Clear для освобождения ресурсов. После показа объявления необходимо вызывать дестрой и очищать ссылки. Это освобождает ресурсы и предотвращает утечки памяти. Нам осталось настроить показ рекламы на горячем старте. Добавим DidChangeUpLifecycleState и в момент, когда приложение вернется из фона, также покажем рекламу. Расширим наш state и подпишемся на изменение состояния приложения. Проверим еще раз весь сценарий. На старте приложения мы создаем объект загрузчика рекламы, подписываемся на события загрузки, вызываем загрузку, сохраняем полученное объявление. Если это холодный старт, то сразу показываем. Далее подписываемся на изменение состояния приложения. В момент, когда приложение вернется из фона, мы снова покажем рекламу. Перед каждым показом мы подписываемся на события жизненного цикла объявления. После показа объявления очищаем ресурсы. Запустим проект. Мы видим холодный старт нашего приложения и сразу отобразилась реклама. Смотрим callback SDK. Видим, что успешно прошла интеграция. Смотрим наши логи. Есть начало показа и регистрация показа. Закрываем объявление. Видим загрузку следующего объявления. Уводим приложение в фон и возвращаемся в приложение. Видим показ рекламы на горячем старте. Оба варианта работают корректно. Переходим к регулированию для iOS. Я открыл iOS-эмулятор. Запускаем проект. Видим показ рекламы на холодном старте. Выходим в фон и открываем приложение. Видим показ на горячем старте. Мы проверили интеграцию под обе платформы. Подведем итоги. Реклама при открытии позволяет монетизировать экран загрузки приложения. Показывать объявление этого формата можно при холодном и при горячем старте приложения. Загрузка объявлений может занимать продолжительное время, поэтому мы не рекомендуем увеличивать время холодного старта, если реклама не загрузилась. Рекомендуем заранее загружать объявления для последующего показа при горячем старте. При холодном сделать это невозможно, поскольку приложение только начинает свою работу и уже сразу надо показывать рекламу. А вот при горячем старте предзагрузка заметно повышает эффективность. Проверить корректность интеграции можно с помощью демо-блоков, встроенных логов и функций обратного вызова.